как защитить свой организм от алкогольного отравления как распознать отравление что делать если после приема алкоголя стало плохо и почему вообще алкоголь опасен посмотрите мой ролик до конца чтобы получить все ответы на эти вопросы здравствуйте меня зовут ольга ломоносова я врач общей практики семейный доктор и генеральный директор днепровского центра первичной медико-санитарной помощи номер 8 мы все любим отмечать праздники в кругу семьи и друзей чтобы было вкусно и весело а такие застолья редко обходятся без алкогольных напитков именно по этой причине я хочу рассказать про алкогольное отравление которые в течение многих лет занимают ведущее место среди бытовых отравлений по числу смертельных исходов минутка нескучной истории винный спирт впервые научились получать в шестом седьмом веке нашей эры в арабских странах где его называли аль кегаль что означает одурманивающий в европе уже в эпоху позднего средневековья изготовление алкоголя стало отраслью пищевой промышленности и приобрело популярность в 18 19 веке интересно что по распространению алкогольных напитков на руси способствовали царские указы так борис годунов приказал повсеместно открывать царские кабаки в которых продавалось хлебное вино то есть водка в связи с этим пьянство приняло такие размеры что 1652 году был создан специальный церковный собор который по предложению патриарха никона ввел ограничение продажи водки в начале нашего века борьба с пьянством стала принимать категорический характер с полным запретом на продажу спиртных напитков например скандинавских странах сша и россии наверное все слышали про сухой знаком но эти меры не оправдались почему к сожалению на фоне снижения количества отравлений алкоголем увеличилось число смертельных отравлений из-за подпольной реализации самодельных алкогольных напитков обладающих высокой токсичностью алкогольные напитки содержат этанол эти ловый спирт который также входит состав некоторых лекарственных препаратов антисептиков дезинфицирующих средств лосьонов одеколонов и духов концентрация этанола крепких алкогольных напитках достигает 40 50 процентов в вине 10 20 процентов а в пиве всего лишь 2 10 процента этанол замедляет работу мозга приводит к потере сознания нарушению дыханию и сердечно-сосудистой деятельности регулярное потребление высоких доз этанола приводит к хроническому алкогольному отравлению появляющемуся нарушением работы многих органов прежде всего головного мозга печени и сердца острое или хроническое отравление может серьезно навредить здоровью и даже привести к смерти эффект каждой дозы этанола зависит от регулярности его приема на мало пьющего человека может сильно повлиять количество выпитого спиртного которое мало действует на хронического алкоголика дорогие родители запомните что для ребенка серьезную опасность представляет всего один глоток алкогольного напитка алкогольное отравление может вызывать тяжелые осложнения при гипертонической болезни или атеросклероза большие дозы алкоголя приводят к нарушению мозгового кровообращения к инсульту к инфаркту миокарда на другой день после приема алкоголя отмечается снижение трудоспособности нарушение координации движений и внимание что приводит к травм чтобы распознать острое отравление запомните следующие симптом невнятная речь нетвердая походка тошнота и рвота боль в животе нечеткое зрение или двоение в глазах потеря сознания судорожные припадки пониженное артериальное давление пониженная температура тела трудности при выполнении каких-либо действий сонливость нарушение дыхания если человек будет часто злоупотреблять спиртными напитками это приведет к таким последствиям нарушение памяти нарушение работы печени и почек нарушение работы кишечника дрожь в теле ухудшение интеллектуальных способностей потеря аппетита а также потеря веса давайте поговорим о том что же нужно делать при остром отравлении в случае остановки дыхания важно обеспечить проходимой дыхательных путей пострадавшего и произвести искусственное дыхание изо рта в рот если человек без сознания или заторможен положите его на бок следите за дыханием и вызовите скорую помощь если отравление произошло менее часа назад и у человека ясное сознание нормальное дыхание нет припадков отсутствует рвота дайте выпить воды дальше рекомендую вызвать у него рвоту дать активированный кухоль или другие сорбенты из расчета одна таблетка на 10 килограмм веса а затем дать выпить крепкого сладкого чая или кофе расскажу про сорбенты подробнее это препараты которые всасывают токсины попавшие в кишечник в данном случае алкоголь до их всасывания в кровь их прием ускорит выведение этанова из организма учтите что принимать другие препараты вместе с сорбентами не стоит выдерживайте не менее двух часов после приема не позволяйте пострадавшему после приема препаратов пить сразу большое количество жидкости это может вызвать новый приступ рвоты обратите внимание если у человека продолжительная рвота потеря сознания задержка мочи лихорадка нужно сразу же вызвать скорую помощь ничего не давайте пострадавшему внутрь если он без сознания если он заторможен или же если у него судорожные припадки таком состоянии может произойти попадание рвотных масс или жидкости легкие если не может глотать не заставляйте его пить в бессознательном состоянии промывание желудка больному могут проводить только медицинские работники например бригада скорой помощи до ее приезда уложите человека на живот без подушки а голову поверните в сторону чтобы избежать попадания в дыхательные пути рвотных масс при самопроизвольной рвоте есть ситуации когда нужно приложить максимум усилий чтобы обеспечить незамедлительную доставку человека с отравлением в больницу например если пострадал ребенок если есть признаки тяжелого отравления или подозрение на отравление суррогатами алкоголя нередко при алкогольном опьянении и на следующий день после него мучают сильные головные боли не стоит в таких случаях принимать аспирин ацетилсалициловая кислота при взаимодействии с этановом может вызвать токсическую реакцию в этих случаях лучше выбирать препараты в состав которых входит ибупрофен после приема алкоголя в крови снижается количество калия и магния особенно при интоксикации сопровождающейся рвоты советую компенсировать их потерю с помощью специальных препаратов еще полезно снабдить питанием головной мозг а именно глюкозы выпейте сладкий чай глюкозу с аскорбинкой яблочный изюмовый отвар друзья не обязательно пить только аптечные препараты существует ряд народных методов которые помогут облегчить алкогольную интоксикацию например для того чтобы ускорить вывод из организма токсинов рекомендую пить свежевыжатый апельсиновый или гриб фрутовый сок можно приготовить отвар пижмы зверобоя которые обладают желтигонными свойствами также они помогут вывести токсины из организма а тварь мелисы поможет при сильной тошноте и рвоте лучшие профилактические меры от отравления алкогольными напитками это полное исключение их из употребления ведь алкоголь является ядовитым и вредным в любом виде и в любых количествах особенно опасны любые заменители алкоголя неизвестные спирты и лекарственные препараты содержащие этиловый спирт и самодельные спиртные напитки предлагаемые случайными лицами но если полностью отказаться от спиртного не выходит используйте мои советы чтобы снизить опасность вероятных интоксикаций не пейте алкоголь на голодный желудок не пейте большими дозами откажитесь от спиртного если есть заболевание желудочно-кишечного тракта переутомление или недостаток питания не пейте алкоголь на фоне приема лекарственных препаратов антидепрессантов снотворных обезболивающих и других перед употреблением алкоголя нужно плотно поесть и обязательно закусывайте после каждой выпитой дозы алкоголя хорошо закусывать жирной мясной пищей рыбой картофелем овощами пить соки и компоты старайтесь не комбинировать разные спиртные напитки если уже все-таки комбинации не избежать пейте алкоголь по возрастанию градусов выбирайте для праздничного стола только качественные алкогольные напитки лучшая профилактика не пить вообще а теперь поговорим о мифах топ-3 мифа миф номер один отравиться можно только некачественным алкоголем или суррогатом это неправда отравление может наступить от любого напитка содержащего любой спирт в том числе и этанол это зависит от качества количества и восприимчивости организма человек например от наличия выработки фермента усваивающего алкоголь алкоголь дегидрогеназа миф номер два алкоголь согревает мы чувствуем тепло после принятия алкоголя потому что якобы кровь приливает к коже но на самом деле алкоголь расширяет сосуды по всему телу и организм с легкостью отдает свое тепло окружающей среде в результате тело становится более восприимчивым к морозу хотя внешних признаков этого мы не замечаем поэтому будьте осторожнее принимая алкоголь в холодное время года на улице миф номер три кофе и холодный душ помогут протрезветь кофе и холодный душ могут немного взбодрить но никак не выгонят алкоголь из организма и не устранят последствия от него подписывайтесь на канал медассистент ставьте лайк жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео с моими советами если есть вопросы пишите в комментариях а я желаю вам всем крепкого здоровья и отличного настроения успешного нового года